Президент Молдовы Майя Сандо призвала провести национальный референдум о членстве в ЕС осенью будущего года. Она подчеркнула, что спустя три года полномочию удалось открыть переговоры по вступлению Молдовы в Европейский Союз. Теперь граждане смогут высказаться по поводу вступления страны в ЕС. Самое важное, чтобы осуществить пакет и один будущий будущий для всех родителей и детей Молдовы. У нас есть гарантия у нас же в будущем, только как штат-мембр для Европы. Поэтому я думаю, что нужно сказать, все страны, что движение выберем для Молдова. Республиканский референдум о вступлении в ЕС может пройти в один день с президентскими выборами. Депутат от Пасвера Ника Рошка вынесла поправку в уже утвержденный фирм чтений пакет поправок в новый кодекс о выборах. «Республиканский референдум нельзя проводить за 60 дней до и через 60 дней после проведения парламентских, президентских или всеобщих выборов. Но референдум можно проводить в один день с выборами. Нельзя также в один день проводить два референдума», — говорится в поправке, внесенной 26 декабря Вероникой Рошком. При этом она заявила, что в кодекс о выборах необходимо внести поправки в соответствии с положениями Конституции и решениями Конституционного суда. С этим не согласны депутаты парламента от БКС. «Законы и поправки подготовлены в одночасье, они противоречат судебной практике, Конституции и рекомендации Медицинской комиссии. В связи с этим БКС начал акции протестов и инициирует консультации с оппозиционными внепарламентскими политическими реформированиями». Политолог Корнелий Учурья считает, что референдум пройдёт в стране, но, по его мнению, пока нет предпосылок для того, чтобы общество сплотилось вокруг идеи евроинтеграции. «Сейчас критиковать Евросоюз — это крамоло. Три страны открыто критиковать евроинтеграцию. Все боятся. Даже политики, которые против евроинтеграции, так в общих чертах, не буду их называть, но они у всех на виду, они, наоборот, заявляют о своей лояльности». В интервью изданию «Веридика» Майя Санду отметила, что республиканский референдум невозможно будет организовать в Приднестровском регионе неподконтрольным конституционным властям страны. При этом жители региона смогут проголосовать на участках правобережья. Татьяна Ставилова, Ирина Лизунец, ГРТ Новости.